Итак, ребята, с вами Тед, всем привет и мы смотрим игру Зоуна. Я обещал вам, что если вы соберёте 100 лайков, я обещал, что за эту сотку лайков я выпущу гайд по вот этому билду, тому как играет Зоун. Смотрите, это очень интересно, как играет корейский профессионал против Теда, да, то есть игрока, которого он не очень хорошо знает, вряд ли он смотрит каждый мой видос, да, возможно, ну там один из трёх в неделю он просматривает, явно пользуется моими гайдами, конечно же. Посмотрим, как он играет. Этот стиль, он будет для вас идеальный для ладера. Ставится пилон в стеночку, всё как обычно, идёт, ставится первый гейд и сразу же буст, естественно. И посмотрите, первая пробка идёт на разведку, да, то есть Зоун не пренебрегает разведкой, он сразу же, сразу же, смотрим, от его лица бежит на разведку, ставит газ, ставит второй газ, идёт ставить гейд и всё, два гейта. У него здесь стеночка и пробка идёт в разведку, то есть он сразу же прибегает, он хочет прибежать рано и разведать. Таким образом, вы увидите достаточно рано, что это против вас фотонки, да, то есть вы будете выходить с глаза и видеть, как они бегут в вашу сторону, эти пробки, намного раньше, чем обычная разведка, которая попозже делается. Вот, но при этом, в принципе, жертвуете небольшим, всего небольшим кусочком экономики, то есть это не так критично. Вот, итак, дальше что, кибернетка, эта пробка здесь будет стоять до определённого времени. Здесь у нас дальше строятся пробки, всё нормально. И смотрите, пробка, которая после того, как у нас полностью насытилась экономика, идёт раллипойнтом вниз. Тем временем, разведочная пробка поднимается наверх, смотрит, будут ли бусты в сталкеров, возможно, возможно, в арт-гейт, ещё куда-то, то есть ловит последние куски информации, которые она может словить. Заказывается ещё одна пробка, и это, спустившись, ставит пилон. Вот, но для начала, вот эта пробка в атаке ставит пилон здесь обычно, чтобы посмотреть, что же будет выходить у нас из гейта. Вот, как вы видите, здесь ставится внизу пилон, 2.20, ещё один пилон, который будет отменён. 2.20, отличный тайминг, потому что, смотрите, у нас юниты выйдут через 10 секунд, да, то есть мы успеем и посмотреть, и отменить, не нужно ставить этот пилон раньше. И посмотрите здесь, вот как круто сейчас будет. Эта пробка остаётся следить за адептами. 17-я пробка, которая выходит, сейчас сталкеры идут в атаку, здесь он, в принципе, пилон отменяет, видит наших юнитов, и у нас выходит. А эта пробка бежит разведывать, то есть пробка, которую поставил пилон, она бежит по этой части карты. И посмотрите, вдруг здесь какая-то прокси пилон на своей части поставил вражеский протос. Сталкеры бегут в центр карты занимать, контролировать, да, а тем временем эта пробка бежит, ставит Нексус, заметьте, ставит Нексус 2.56, становится и контролирует адептов, контролирует адептов. Пробка, которая сразу разведывала, с выходом вторых сталкеров, сразу же бежит смотреть прокси в другой стороне. То есть, таким образом, к третьей минуте он уже занимает контроль карты, проверяет все прокси вокруг прокси стройгейты в первую очередь, и во вторую очередь всякие прокси робо с этой стороны, которые ставятся. Он проверяет, да, к третьей минуте уже вся карта должна быть из, просто, вдоль и поперёк вами, исследована. Вот это супер важно. Вот, потом он приходит, в принципе, проверяет, будет ли здесь вторая база или нет, понимает, что базы не будет, и дальше он, в принципе, готовится к АОЛ, и, ну, вам тоже придётся готовиться к АЛИНУ. Вот, эта батарейка ставилась немножко раньше от, конечно же, старгейтов, то есть, чтобы можно было выйти. И как только он понимает, что я играю с одной базой, а он играет с двух баз, ему нужно защищаться, то есть, он оставляет Сентей дома, он сейчас будет делать первый довар, он ставит батарейку натурали, и юнитов он держит между баз, заметьте, между баз, то есть, он не знает, откуда, с какой стороны я смогу на него напасть, ему нужно бежать домой, нужно защищаться. Эта пробка, конечно же, разведывает, что происходит, её ловят сталкеры, он отправляет иллюзию, то есть, он хочет посмотреть, что, что его ждёт, что его ждёт. И здесь, смотрите, он делит, делит юнитов, часть юнитов сюда, вдруг здесь что-то будет залетать, часть юнитов сюда, под батарейкой, он ждёт, он готовится встречать атаку. Он делает блин, он ждёт, с двух гейтов ставит роба, естественно, потому что сейчас, например, если он упустил, если это дарки, сейчас дарки будут залетать, на базу начинать вырезать, и до дарков, ну, придётся дотерпеть, скажем так, дожить до момента, когда мы можем избавиться от дарков. В дарках сейчас нету ничего страшного, на самом деле. Три сентрии отлично филдами будут защищать от дарков, то есть, мы просто ставим филд и делаем до варп ещё сентрии, делаем рекол пробок, ну, потеряем нексус, это не критично, то есть, мы уже достаточно много собрали, у нас много пробок, это всё окей. Вот, поделил армию, и дальше, смотрите, дальше, смотрите, то есть, самое главное, он знает, что у него здесь мёртвые точки, ему нужно за ними следить, ему нужно как-то готовиться. И вот он видит, вот он видит атаку, и он идёт её встречать, да, то есть, он идёт её встречать, и мы приходим, делаем блинг вперёд, и начинаем убивать. Самое главное, посмотрите на реакцию, да, то есть, первый сталкер упал, за это время он успевает, начать фокусить какого-то сталкера, и сразу же кидает щит, да, и как только он всё это происходит, он понимает, что всё, его убивают, его меньше, он сразу же срывает пробок. Он не ждёт какого-то волшебного момента, когда у него вся армия пропадёт, и типа, ну ладно, попробую пробками. Он сразу же, сразу же начинает атаковать пробками, и таким образом, под батарейкой, он, в принципе, выживает, под супер батарейкой немножко спасается. Весьма получается у него неплохо выжить. Вот здесь, конечно, я допустил ошибку, на самом деле, я мог выиграть эту игру, но это, грубо говоря, спойлеры. Можете посмотреть видосы с предложечки, обязательно меня против зоуна. А сейчас я вам покажу, как этот стиль работает на ладере. Концепт, знаете, я вам покажу, на самом деле, зоун, благодаря пробкам, благодаря грамотным использованием Shield Battery, смог, смог выжить, смог отмикрить и спасти эту игру, и выжить, в принципе, против меня, он на эту игру выжил. Вот, то есть с имморталами он потом уже доживает. Самое главное, мы взяли все принципы того, как он начинает игру, и это, получается, именно то, как начинает игру сильнейший. Поехали, посмотрим, как это работает. В моих руках на ладере. Итак, ребята, по этим всем принципам мы играем ладерное PvP против весьма, кстати, хитрого-хитрого процесса. Давайте покажу, как их применять и как можно адаптироваться, да, потому что не часто после таких вот билдов всяких, да, когда я объясняю, что смотрите, вот так играть можно. Пишут, а я вот играю, меня там дарки убили или еще что-нибудь. То есть в том, что билд дает вам, как бы, так сказать, инструменты, понимаете, инструменты, чтобы вы могли их использовать. То есть это не закон, который вы должны постоянно применять, но если вы способны, не думая, производить все, что делается в билде, опять же, делать все эти вещи, каждым юнитом управлять, то вы сможете достигать многого. Итак, смотрите, первое, мы выходя в разведку после гейта, как я уже говорил, видим, что пробка к нам бежит рано, то есть после пилона, очень рано она прибегает, до минуты, если до минуты пробка прибежала, то после пилона. Мы уже напрягаемся и ждем Кэнон Раша, видим, что второй пробки нету, то есть либо он нас обманывает, вторая пробка полукругом побежала, либо еще что-то. Поэтому, естественно, мы сразу же будем смотреть, мы будем смотреть, наблюдать, будет ли это Кэнон Раша или нет. Эта пробка бежит за нашим вражеским разведчиком, проверяет, и, как мы видим, что вроде бы нас не фотонят, поднимаемся наверх, видим, да, нас действительно не фотонят, но враг оказался странно в один гейт, близко к Нексусу, непонятно, непонятно пока, что происходит. Эта пробка остается, и, как вы помните, этой пробкой можно было пойти, конечно, разведывать прокси здесь, но это мы еще успеем сделать, поэтому для начала мы ставим кибернетку, и, соответственно, потом смотрим, что здесь происходит. Здесь пока что видно, что газы, и все, что-то добывается, делается, неважно в целом. Идем в два сталкера, первый юнит, и все супер, и эта пробка у нас постоит, то есть она могла убегать, проверять прокси, постоит, посмотрит, будет ли второй Нексус быстро. Второго Нексуса мы не видим, поэтому мы не спешим, не спешим убивать, и вот эта пробка, она после пилона сразу же пойдет смотреть тюкар, карту, то есть вот это вот очень важный принцип, посмотреть всю карту на начальной стадии, до того, как что-то начнет происходить еще. Не потом искать прокси, когда из него что-то вылетит, а найти сейчас. Вспоминаем, что недавно мы видели пробку, которая пришла рано и ушла, соответственно, ищем сталкерами здесь, и у нас получается какой контроль, треугольник контроля. Понимаете, первая пробка, она пришла, видит, что нету Нексуса, видит, что здесь что-то происходит, и здесь у нас получается, одна пробка идет смотреть вверх карты, прокси искать, сталкеры идут смотреть вниз карты. То есть первая пробка уже прошла вверх начальный путь, сталкеры вышли, идут вниз. Вот, таким образом мы, посмотрите, до третьей минуты половину карты уже видим всех проксей, но мы дошли и увидели супер-быстрый Дрэк Шрайн, и вот оно как раз, да, то есть сейчас у нас уже должно было быть установлена технология, как вариант, да, либо не должна была быть установлена технология, мы должны были сейчас ставить Нексус. Но, так как мы видим супер-быстрый Дрэк Шрайн, естественно, мы можем не ставить Нексус, не ставить Твайлайт, как в примере с Зоном, да, а взять поставить Робо, то есть нам же нужно будет как-то увидеться этих Дарков. Вот, этой пробкой мы убегаем. Сталкерами видим другую половину карты, ищем, 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 повсюду все ищем, этих мы оставляем здесь, то есть мы понимаем, что нету прокси, либо мы не можем найти, возможно прокси где-то здесь, где мы еще не искали, но дальше искать нету смысла, мы можем остаться не в позиции. Спокойно ставим третий гей, спокойно ставим роба, бегаем, кстати, как вы видите, даже парочкой сталкеров разведываем, и ставим базу, ставим базу при любом раскладе, нам это ничего не мешает, мы уже законтрили технологию соперника, вот, таким образом, посмотрите внимательно, открою сейчас потери, выходит обсервер, с обсервером мы спокойно занимаем здесь позицию, здесь мы ставим илоны, да, то есть вижен, очень важно, когда нас пытаются убить вижен, нам нужно смотреть чуть-чуть вперед, чуть-чуть сбоку, чтобы не было темных мест у нас на карте, таким образом, приходит первый дарк на 4 минуты 15 секунд, все-таки добежала пробка, как вы видите, поставила прокси пилон, но нам это в целом не важно, мы с энтреой кидаем разведочку, понять, что где откуда, находим прокси пилон, идем его убиваем с обсервером, заказываем, конечно же, второго запасного домой, и сразу же идем в контратаку, нас соперник заставил построить юнитов, мы поэтому этими юнитами должны как-то пользоваться, сидеть дома нету толка, видим, что у соперника есть Нексус, и смотрите внимательно на потери, да, то есть мы просто за счет того, что соперник шел в агрессивности и заставил нас сделать юнитов, а мы его отбили без потерь, мы идем в контратаку, и встречаем его, а у него ничего нету, он отстал по экономике, мы просто-напросто микрим призмы, поднимаем сталкеров, окусим архонов, окусим зелков, поднимаем опять сталкеров, то есть не даем своих юнитов в обиду, появляется иммортал, иммортал убивает одного сталкера, но мы зажимаем иммортала, кто смотрел видос, сейчас в предложечке высветится, факты о Старкрафт 2 знает, что иммортал, который зажат, не стреляет, и он больше не убьет ни одного сталкера, и посмотрите, это единственная потеря, которую мы допустим, все остальное вымихривается призмой, мы поднимаем юнитов с первого ряда, ставим их назад, и в итоге потери идет один юнит на 25, и мы таким образом выигрываем пвп по всем принципам правильного пвп от корейских профессионалов, таких как зоун, нам Пайра пишет, good timing, GG, с вами был Тед, всем до новых встреч, пока!